Посмотрите, когда началась перестройка на нашей территории, за большие деньги какую часть населения вывозили с нашей земли? Знаете? Наших учёных. Как только раскрылись двери, как только пал железный занавес, тут же наши учёные все поплыли на запад. Им стали предлагать большие деньги, квартиры, машины, дачи. Почему? Потому что в мире все знают о том, что наш человек способен генерировать мысль. А что такое генерация мыслей? Это способность принимать решения, то есть находить решения в необычных ситуациях и находить, придумывать то, чего никто до сегодняшнего дня придумать не мог. У нас в Советском Союзе в течение 25 лет выпускался журнал, который называется «Наука и жизнь». Об этом знают ваши родители, педагоги. Так вот, в этом журнале печатались все наши талантливые люди. У нас все Кулибины, все Сикурские, все Королёвы. Все талантливые люди с этой территории. Если они рождаются где-то на Западе, в других странах мира, то, как правило, эти таланты имеют глубокие корни, связанные с нашей Землей. Так вот, когда началась перестройка и распахнулись двери, железный занавес пал, японцы скупили полностью все издание этого журнала за 25 лет. И все, что там было опубликовано, внедрили в свою экономику. Если вы знаете, то в 90-х годах был невероятный подъём экономический Япония. Она оказалась впереди планеты всей. Почему? Потому что внедрила наше изобретение на своей территории. Это способность генерировать мысль. Есть ещё одно отличие нашего человека от остальных людей в мире. Я не зря, когда написала слово «невежество» на доске, я спросила у вас, понимаете ли вы смысл этого слова? Скажите, вы слышали такое словосочетание, как чтение между строк? Да. Естественно. Для вас это вполне естественно. Но оказывается, что читать между строк могут только наши люди. Скажите, вы когда читаете художественную литературу, вы видите перед собой картинку? Возникает картинка перед глазами? Да. Это вполне естественно для вас. Но в мире больше никто картинки перед глазами, когда читает текст, не видит. Это и есть образный способ мышления, свойственный только нашему человеку. Видеть образы там, где никто больше ничего не видит. Везде остальные, читая текст, видят только текст. И больше ничего. У нас в городе Текасе, Северный Кавказ, это Краснодарский край, академик уже теперь Михаил Щетинин, создал школу. Обычная десятилетка, такая же, как и у вас. Дети обучаются тем же предметам, которые обучались вы в школе, но они изучают эти предметы с помощью образного способа, то есть природного способа нашего мышления. Они соединили математику, физику, химию в один предмет и с помощью образов постигают эти предметы. То же самое сделали с языками. В итоге дети школу заканчивают за 5-6 лет. В возрасте 14-15 лет они получают эти статы о среднем образовании, поступают в высшее учебное заведение. Как правило, заканчивают два. Сначала один, потом второй. Но это пока мест единственная школа в нашем бывшем постсоветском пространстве. Других таких пока мест нет. И то, эта школа терпит сейчас серьезные притеснения. То есть даже здесь наши оппоненты пытаются нас задавить, не дать возможность нам понять и узнать, вспомнить, скорее всего, то, чем мы владеем на самом деле. Потому что если мы вспомним, кто мы такие есть, жизнь в этом мире тут же преобразится. Когда они, то есть не мы, находились на наших границах, а за те они сюда не могли, они говорили, мы находимся у края рая. И назвали эту территорию Украиной. Рай всегда был на этой земле. И рай творили предки, неся на эту землю высокий божественный свет. Рай.